шаббат шалом дорогие братья и сестры шаббат шалом всем кто присоединился к нам через интернет слава богу за современные технологии и я рад возможности быть на этом месте да сегодня так холодно немножко скользко но для нас это не помеха для любящих господа это не помеха аллилуйя друзья моя проповедь сегодня называется о как он меня раздражает такое интересное название да и как вы понимаете из названия проповеди я хочу сегодня говорить с вами о взаимоотношениях а если быть более точным о таком нашем состоянии которое называется раздражение до великому сожалению но присутствует это вот такая у нас слабость и мы с вами раздражаемся поэтому скажу вам в первую очередь моя проповедь она относится ко мне я говорю когда готовился это бог работал с моим сердцем и сейчас продолжают свою работу духом святым своим поэтому я надеюсь что все мы с вами признаем что иногда все таки мы раздражаемся где-то может быть внешне и не показываем но внутри определенный момент присутствует и я также надеюсь что мы хотим этого не делать ведь мы христиане мы дети божьи потому что если мы этого в своей жизни не будем бороться с этим пороком или называть вещи своими именами грехом то состояние нашего такого периодического раздражения оно придет в состояние такой систематической раздражительности и это уже может быть частью человеческого характера а это уже конечно проблема давайте наверное помолимся чтобы бог он двигался и действовал час а вину малкей ну святый мы благодарим тебя за твою общину мы благодарим тебя за то что когда мы собираемся вместе больше твое особенное присутствие наполняет место собрания народа твоего боже сегодня поклоняясь мы пережили место божьей славы мы не только сказали мы пережили и мы знаем что ты хочешь велико прославиться здесь в нас и через нас когда мы будем идти по на наши работы в наши семьи в наши дома господи дух святой я прошу тебя чтобы ты действовал больше мы можем много делать по человеческому разумению но мы боже ожидаем твоего действия преображающего в нас господи потому что человеческими усилиями можно измениться до определенной степени но преобразить в образ мессии можешь только ты дух святой мы открыты сегодня для тебя действую в нас во имя и шо хам и шеха амэн друзья хочу прочитать вам первое послание я на 4 глава седьмой-восьмой стих возлюбленные будем любить друг друга потому что любовь от бога и вся пищи всякие любящие рожден от бога и знает бога тот не любит кто не любит тот не познал бога потому что бог есть любовь и у нас с вами верующих людей это любовь есть да мы любим друг друга же аминь конечно же аминь но почему-то бывают нашей жизни определенные такие моменты когда в наших взаимоотношениях это любовь по каким-то необъяснимым причинам становится чуть чуть меньше а иногда бывает что это любовь вообще как-то растворяется но к сожалению такое мы можем с вами видеть когда кто-то наступает нам на больной мозоль то это иногда происходит конечно же я говорю не о нас у нас вами друзья у всех мозоли противоударные это точно но где-то где-то вот где-то там гипотетически есть мозоли которые очень все-таки чувствительны и эта чувствительность может даже действовать каким-то образом на расстоянии что не обязательно на этот мозоль наступить а достаточно быть допустим на одной территории но это не у нас еще раз говорю друзья смотрите хочу рассказать вам историю из своей личной жизни христианской когда-то мы с моей женой ириной служили в преднестровье вы уже наверное не не одну историю слышали о том как это было знаете почему я так много вспоминаю наверное потому что христианская молодость она всегда наполнена яркими красками так же самое как вот молодость физическая она наполнена яркими красками так и христианская вот у меня очень такие яркие впечатления и воспоминания об этом времени и так вот в начале нашего служения богу мы были такие ревностные молодые служителя сейчас мы тоже ревностные но конечно же нет не совсем молодые но полюбном по любому ревнуем о господи так вот был в тамошней церкви один брат прекрасный брат великолепный хороший молодой брат евангелист такой горячий ну вообще посвященный человек но был в этом брате на мой взгляд все таки один недостаток вы знаете я вот ну все хорошо ну но смотреть на брата не могу этот недостаток это его внешний вид вы знаете ну он молодой аж рассказал и а молодым людям ну свойственно они вот у него была такая интересная прическа и такие вот тоненькие бакенбарды вот аж до скулы и бородка такая ну я вам скажу что ну молодым людям свойственно они как-то вот иногда хотят выделиться разными способами и кажется ну что тут такого ну бородка но бакенбарды да ну нормально это все но на тот момент для меня это был большой болючий мозоль вообще громадный мозоль и сейчас конечно я вспоминаю эту историю с юмором это смешно но тогда она была для меня реальной проблемой я вам скажу что когда я видел этого брата в церкви то я терял мир и и не мог а пока ну смотреть на него не мог поклоняться богу и если называть вещи своими именами то это человек просто меня раздражал вот ну реально я приходил если видел закрывал глаза и горел все я абстрагируюсь мне надо поклоняться богу все и оп-оп-оп ну примерно так это выглядело друзья но почему это происходило со мной с рожденным с высших христианином вопрос я скажу вам ответ он в принципе прост мы люди очень часто имеем стереотипное мышление и что это значит что в нашем сознании в нашем разуме существует определенный стереотип или клише у нас вот есть мы понимаем это так и мы потом видя людей их поведение их образ жизни но их слова мы накладываем это на наш на на наше клише или на наш стереотип и таким образом мы смотрим что правильно и что неправильно и если их поведение оно не не соответствует нашему пониманию то очень часто это приводит тому что этот человек он стается становится объектом нашего раздражения потому что есть несоответствие нашего понимания и того что мы видим с вами так произошло и со мной в этой ситуации мое представление о внешнем виде христианина оно не соответствовало внешнему виду брата и я скажу что оно крайне отличалось на тот период времени сейчас я смотрю на это все проще но тогда для меня это как можно как можно как можно ну хотя бы короче чуть-чуть но так аж до скулы вы что это же ультра модно как бы и и было явное несоответствие и это вызывало во мне раздражение друзья к этой истории я вернусь еще немножко попозже конечно можно сказать что все что что всех нас что-то или кто-то там может раздражать и в принципе не относиться к этой проблеме так серьезно ну да потому что как бы история такая шуточная ну и опять же подчеркну что для меня она была не шуточной как бы ну действительно вот смотрю не вижу не могу мир теряю поклоня поклоняться не могу ничего не могу и это действительно проблема серьезная почему мы можем понимать что эта проблема серьезная потому что писание говорит об этом я хочу вам процитировать слова иова вы знаете такого человека известный персонаж библейский 5 глава 2 стих так глупца убивает гневливость и несмысленного губит раздражительность при этом мы должны понимать что эти слова говорит человек который по сути имел право и гневаться и раздражаться потому что помимо того что он проходил ну скажем так не человеческие испытания тяжелейшие так к нему пришли еще его друзья и начали его упрекать по сути в том но в чего он не делал да ну и я думаю что где-то там ему могли бы сказать этим друзьям так ребята вот бог вот порог идите отсюда но ее немножко себя вел по другому также друзья мы должны понимать что слова записанные автором книги иова они были вдохновлены самим богом потому что все писание богодухновенно и эти слова они являются серьезной для нас с вами мотивации которые предупреждают о важности проблемы а иов предупреждает нас что раздражительность и гневливость ведут к погибели почему же писание так серьезно относится к раздражению раздражение который которое в перспективе может стать раздражительностью это грех который влияет на божью любовь которая живет в каждом христианском сердце я бы сказал что раздражение раздражение мешает проявлению божьей любви которая поселилась в наши сердца с вами духом святым в ефесянах в послании ефесянам написано в четвертой главе двадцать шестой тридцать первый стих очень интересные слова Равшауля я вам прочитаю эти слова гневаясь не согрешайте солнце да не зайдет во гневе вашем и не давайте место дьяволу кто крал впредь не кради а лучше и труди сделая своими руками полезное чтобы было из чего уделять нуждающемуся никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших а только доброе для назидарения в вере дабы оно доставляло благодать слушающим и не оскорбляйте святого духа божия которым вы запечатлены в день искупления всякое раздражение и ярость и гнев и крик и злоречия за всякой злобою да будут удалены от вас и мы видим что говоря о раздражении о гневе павел упоминает о том что это оскорбляет духа святого значение слова оскорблять которое используется в синодальном переводе в оригинале имеется стеснять тяготеть смотрите другими словами гнев и раздражительность сквернословия стесняют действия святого духа в нас и через нас помните я говорил что не мог поклоняться потому что брак раздражал меня я рожденный свыше человек внутри которого находится дух святой но я не мог поклониться богу мой дух он не мог соединиться с божьим духом для поклонения ему потому что брат меня раздражал дух святой внутри меня был но он был стеснен моим раздражением и в нашем тексте Раф Шауль он также показывает интересную реакцию цепную реакцию которая производит раздражение друзья раздражение он говорит приводит к ярости ярость приводит к гневу гнев приводит к крику крик приводит к злоречию а значение слова злоречие это хула поношение богохульство друзья таким образом конечным результатом раздражение начинается все раздражение а выливается все в богохульство вы конечно скажете что то брат ты перегибаешь что то там сильно уже богохульство но давайте мы с вами с этим разберемся апостол Павел в нашем тексте ставит раздражение в основание которое приводит к гневу а гнев друзья является очень серьезным грехом вот например в православии и католицизме вот в православии 8 в католицизме семь грехов смертных смертных грехов так вот гнев является смертным грехом к нему такое серьезное отношение потому что гнев это состояние которое приводит оно производит действие внутреннее состояние но оно производит потом действие и если человек меня раздражает если я имею раздражение к нему то рано или поздно я это раздражение выкажу я покажу ему друзья и тут как правило это вот раздражение оно проявляется в двух формах первое это такая явная форма когда мы открыто показываем человеку что он меня раздражает проявляем колкости можем проявлять какую-то агрессию какие-то слова но есть вторая форма это когда мы абстрагируемся от человека и мы начинаем его просто игнорировать я скажу что конечно второй вариант происходит чаще потому что как же мы же с вами ведь христиане и мы должны любить друг друга и мы не можем показать что мы брата не людям чтоб никто не узнал что не дай бог что-то во мне не то поэтому я лучше как бы буду отстраняться и игнорировать но это чаще но и то и другое оно по сути плохо поэтому понятие гнева в христианстве это сильное возбуждение духа человека против ближнего если мы с вами вспомним нагорную проповедь то мы увидим что Ишох о Машиях говорил очень интересные слова пятая глава Евангелие от Матвея двадцать первый двадцать второй стих вы слышали что сказано древним не убивай кто же убьет подлежит суду а я говорю вам что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду кто же скажет брату своему рака тот подлежит Синедриону а кто скажет безумный подлежит гиене огненной и смотрите друзья Ешоа ставит гнев человека на один уровень с убийством человек напрасно гневуется подлежит суду а суду кто подлежит убийца один уровень друзья и мы с вами зная Писание читая Писание также еврейская традиция очень ярко об этом говорит что Бог очень ценит человеческую жизнь для Бога человеческая жизнь ценна ведь именно Бог создал нас и создал нас по своему образу и подобию и Он вдохнул в нас дыхание жизни поэтому никто не имеет права права этого дыхания жизни отнять от человека Бог очень ревностно относится к человеческой жизни человек венец Божьего творения если мы с вами ну не если а мы с вами знаем что Ишо Хамашиах пришел для нашего спасения на эту землю он зашел на крест Голгофы для спасения человека причем мы с вами уже говорили что спасение оно не подразумевает чтоб мы попали на небеса спасение это путь от нашего покаяния путь на земле понимаете друзья и он спас нас для того чтобы мы стали детьми Божьими и мы есть с вами дети Божьи и наш Господь он еще называл нас своими братьями да вот насколько мы близки к Богу что он мы дети Божьи а Господь называет нас братьями своими по этой причине друзья убийство человека оно наказывается судом гнев на брата приравнивается приравнивается по вине наказания убийству а Рав Шауль он в нашем тексте использует слово значение которого является богохульство говоря о последствиях гнева потому что речь идет о детях Божьих и проявление против детей Божьих это прямой выпад против самого Бога и поэтому апостол Павел использует такое серьезное значение в тексте друзья если мы понимаем серьезность гнева вообще серьезность этого греха то нам как христианам надо с вами работать в самом начале как говорится чтобы мы не допускали состояние раздражения потому что гнев он начинается состояние раздражения и тут мы сталкиваемся с одной проблемой эта проблема находится в сфере действия лукавого в сфере действия дьявола который хочет обмануть детей Божьих у него в принципе это довольно таки часто получается иногда крестьяне причиной своей раздражительности считают ну физическую усталость какой-то там переработался там недомогание и тому подобное и тем самым они выводят духовную проблему в физическую плоскость потому что мое физическое тело устало потому что жизненные обстоятельства на меня давят потому что нет денег потому что нет работы поэтому я раздражаюсь но это не та плоскость друзья это плоскость как бы физическая проблема все таки это проблема духовная я скажу что конечно наше физическое состояние оно влияет на нас потому что мы люди целостные существа однозначно и человек который имеет крепкую нервную систему который физически крепкий ему конечно будет проще совладать со своими чувствами со своими эмоциями но это совсем не говорит что раздражение нет внутри него он просто может это контролировать и не показывать это состояние еще есть один вариант самообмана это признание человеком не раздражение а не сдержанность да ну не сдержался ну я вот ну не сдержанный такой эмоциональный такой вот ну не сдержался ну что вы от меня хотите но друзья что в чем тут проблема что проблема в том что человек который мыслит подобным образом он отказывается он категорически отказывается от того что по сути есть проблема раздражения просто пытается назвать вещи по другому ну потому что не сдержанность корнем все-таки у не сдержанности является раздражение и это раздражение или как бы как если говорить не сдержанность оно в конечном этапе производит злость и это злость она по-любому выливается на другого человека я бы правильнее сказал что не сдержанность это скорее слабость которая открывает двери для действия греховного раздражения но это но проблема именно здесь в раздражении а не в несдержанности так что же является источником раздражения в нас в людях если посмотреть но если сказать библейским языком корнем проблемы раздражение является гордость зависть тщеславие как бы но это библейским языком если сказать проще то причиной раздражения является внутреннее наше несогласие с тем что вещи складываются не так как мое большое любимое я того хочет вот если вещи я понимаю так но если не так то никак такое состояние человеческого сердца оно имело начало с момента грехопадения и я думаю что мы с вами помним как в Эдемском саду это происходило и дьявол что сделал он дал людям обещание что они будут как боги да что вы помним мы помним наверное всю эту историю он дал вы будете как боги когда адам и его они сделали и приняли решение в своем сердце и сделали вкусили плод познания добра и зла то в человеческом сердце зародилась внутренняя претензия что никто другой а только лишь я должен управлять всеми ситуациями в своей жизни друзья и если этого не происходит если не я управляю этим если этого не происходит то мы имея внутри себя вот эту вот полученную от адама и евы греховную природу реагируем на это с раздражением потому что не соответствует нашему я должен решать что добро и зло я должен регулировать как правильно а как неправильно а тут что то не так и это производит в нас действие раздражения в книге Берешит есть одна интересная история которая показывает как это внутреннее несогласие оно наносит разрушительное действие я вам прочитаю это книга Бытие 37 глава 3 и 5 стих Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих потому что он был сын старости его и сделал ему разноцветную одежду и увидели братья его что отец их любит его более всех братьев его и возненавидели его и не могли говорить с ним дружелюбно всем нам хорошо известная история и можно сказать что эта история в принципе она не говорит напрямую как бы там нет слова раздражения но между строк мы можем видеть что порочная цепь которая началась в принципе с зависти осуждения брата она привела к ненависти в их сердцах зародилась ненависть представьте себе на минуточку большая еврейская хорошая семья много братьев сестер отец сын родился сын он дает ему цветную одежду конечно в Израиле это что-то говорило но по-любому по-любому да ну где-то мальчик себя вел неправильно где-то он там сильно это все но что происходило у братьев у них вопрос позвольте почему этот выскочка Иосиф мы нормальные работаем никого не трогаем этот папе постоянно ходит там шу-шу-шу почему он почему не я почему этот парень и смотрите братья Иосифа они не просто не хотели согласиться с выбором отца внутри себя они как бы это их несогласие оно потом вылилось в определенную проблему и что это друзья было в них это ничто другое как ну в принципе гордость и зависть определенная почему не мы почему ты выделяешь папа этого мальчика почему не мы и к чему это привело привело к чему мы это с вами хорошо знаем что они были настолько раздражены поступками своего брата что возненавидели его они его возненавидели и это ненависть она проявилась проявилась в обращении с ним чем это закончилось мы знаем желанием убить но в конечном счете по милости божьей как бы его продали в рабство и тут мы приходим к очень с вами интересному моменту если раздражение как грех влияет на нашу любовь к окружающим нас людям то следовательно если мы допускаем в наши сердца этот грех то в конечном итоге мы с вами получим отсутствие любви к этому человеку к человеку который нас раздражает остается если мы с этим не будем работать то потом мы станем раздражительными людьми если мы не будем если мы будем раздражительными и перестанем любить всё и вокруг и всех вокруг я думаю что вы видели знаете есть люди которые вот все не так все плохи все плохо вот я вам скажу что это те люди, которые не работали вот сначала с раздражением, и потом они стали раздражительными, и все раздражает, все раздражают, друзья. Но верующие люди не могут себя так вести, аминь, мы же не можем себе, по сути, позволить вести себя так, но почему-то бывает непонятно, где-то, у нас нет, у нас как бы все нормально. Трезвящий текст из Священного Писания, 1 Иоанна, 4 глава, 20 стих. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И тут нам может показаться, что в принципе раздражение и ненависть, это два такие далекие понятия, как небо и земля, например. Но если мы опять-таки с вами обратимся к оригинальному тексту, то мы поймем, что это не так. Значение слова ненавидеть в оригинале гнушаться, питать отвращение. То, что я вам говорю, это не какое-то там, это гнушаться и питать отвращение. Мне не нравится бакенбарды этого брата. Нет, я не хочу, понимаете? И раздражение в его действии, оно, в действительном проявлении у нас, христиан, оно, в принципе, выражается в игнорировании, в таком своего рода игнорировании, и я не хочу, я не хочу с ним иметь дело. Вот просто я, мне человек неприятен, я не хочу с ним иметь дело. Все. Но, если мы понимаем, что раздражение является началом гнева, который является смертным грехом, то мы должны с Ему относиться очень серьезно и не допускать его в своей жизни. Аминь? Так и должно быть. Чтобы закрепить, друзья, в нас важность проблемы раздражения, прочитаю еще один текст. Это 1 Иоанн. Опять-таки, Иоанн очень хорошо понимал эту проблему, потому что жизненный путь ему Бог отмерил длительный, и Он, наверное, видя проблемы в церкви, Он об этом понимал и об этом писал. И вот в своем первом послании 3.15 пишет, «Всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца. А вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающий». И тут используется, друзья, с вами то же самое слово. «Всякий отвращающийся, всякий игнорирующий брата своего». И опять мы видим, что отвращение, игнорирование приводит к убийству, на один уровень ставится. И к чему приводит в конечном счете это? Это приводит к потере спасения. Не имеет жизни вечной в нем пребывающий. Не имеют. Не обманывайтесь, братья. Коснусь еще одной грани раздражения. Это касается жизни тела Мессии. Апостол Яков поднимает интересный вопрос. Это Якова 4 глава 1-2 стих. «Откуда у вас вражды и распри?» Тут такое заявление, да. И это он говорит, друзья, кому? Он говорит, братьям в церкви. Он говорит, откуда у вас вражды и распри? Далее он говорит, не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших, желаете и не имеете, убиваете и завидуете и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете и не имеете, потому что не просите. И тут опять мы видим, что зависть стоит на одном уровне с убийством. Он говорит, убиваете и завидуете, это рядом, он говорит. Друзья, проявление раздражения в общине, оно иногда даже находится в сфере или в плоскости духовных дарований бывает. Но, кто дает эти духовные дарования? Не мы себе избираем духовные дарования. Господь, Он раздает каждому человеку духовные дарования, как Он считает нужным. И если мы с вами вспомним историю Иосифа, опять вернемся к истории Иосифа и его братьев, то мы увидим, что они возненавидели его еще более, когда он поделился с ними пророческим сном своим. Они, помимо того, что он, этот мальчик, ему дали халат попадал, он его выделил из нас всех, так он еще, извините меня, духовный сильно. Сны он рассказывает, поклоняться мы ему будем, да. Но вопрос, это было дарование от Бога, который Бог дал Иосифу. Да, у него еще не было характера, но мы сейчас говорим немножко другую сферу отношения его с братьем, а не его хождение перед Богом. Друзья, и что это сделало? Это утвердило их в ненависти. Это утвердило их еще больше в ненависти и привело к таким тяжелым последствиям. И скажу, мы не можем с вами, друзья, завязывать и раздражаться, например, когда кто-то в теле Мессии имеет какой-то успех. О, он стал лидером домошней группы. Почему не я? Он же еще очень, как бы, совсем никак, а я вот уже 20 лет верующий. Или же почему этот, это, почему ему доверили Тору комментировать? Я сам тут комментатор высшего разряда. Но понимаете, друзья, мы забываем, что не человек ставит себя на служение, но Бог, он ставит людей на служение для созидания тела Мессии. Он использует людей для поставления кого-то, но не мы себя ставим. Не Боря не сказал, вот у нас новый лидер домашней группы, Боря, я на твоем примере, можно? Боря пришел, сказал, так, все, я буду лидером домашней группы. Да, мы такие, о, да, Боря, молодец, активный брат, давай. Нет, друзья, нет, пошел какой-то процесс, и служителя, видя то, что Боря стремится, делает его движение вперед, сказали, брат, мы доверяем тебе домашнюю группу. Поэтому нам важно очень понимать, что Бог, он ставит, и Бог, он делает. И мы не можем в этой плоскости дарований иметь раздражение, почему не я? Потому что это то, что ставит между нами стену, или стену, как правильно? Стену. Спасибо. Давайте поговорим об этом на домашней группе. Итак, друзья, я думаю, что теперь мы с вами все прекрасно понимаем серьезность проблемы раздражения. Но теперь самый важный вопрос. Что же с этим все-таки делать? Что с этим делать? И если мы с вами вернемся к ефесянам, посланию к ефесянам, то увидим, как регулирует этот вопрос Равшауль. 4 глава, послание к ефесянам, 30-31 стих. Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие, со всякою злобою, да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог в Мессии простил вас. И Павел показывает нам с вами, призывает нас с вами не раздражаться, а быть какими? Добрыми, благосклонными в оригинале. Быть благосклонными друг к другу. Сострадательными, милосердными быть друг с другом. Покрывать друг друга милостью. Прощать. Прощать тут понятно. Прощать грехи, отпускать грехи. Потому что Машех простил нас. И кажется, что все в принципе просто и понятно. Но довольно часто христиане делают одну ошибку. Вот в понимании этого текста. Мы пытаемся все это делать через призму того, что это правильно. Мы понимаем, это правильно, и поэтому я должен так себя вести. А это, друзья, есть не что иное, как исполнение закона. У нас есть закон. Мы должны быть сострадательны, быть добрыми и должны прощать. И я должен так делать. Но такой подход не всегда работает. Если мы хотим действительно иметь те качества, о которых говорит Павел, и иметь способность прощать, то мы прежде всего с вами должны понимать, что мы грешные, мы сами грешные, и мы прощены Богом. Нам надо делать все через призму понимания нашего спасения. Как говорят в христианстве, через призму Мессии, через призму Христа. Мы должны понимать, что мы прощены Богом. И эта работа Божьего прощения и оправдания, она не остановилась в момент, когда мы с вами покаялись и призвали Ишуа в свое сердце Господом и Спасителем. Мы и сейчас с вами продолжаем грешить. Да, мы ведь делаем неправильные поступки. Но он также, он прощает и оправдывает нас, потому что он возлюбил нас вечной любовью, как говорит Писание. И в послании римлянам мы читаем 8 глава 33 стих. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдал их. Бог нас оправдал и оправдывает верующего в Ишову Мессию. Кто идет путь освящения. Кто идет путь шувы. Который, пригрешая, но кается в своих грехах, преображаясь в образ того, который отдал свою жизнь на кресте Голгофы. Друзья, и если мы, мы действительно являемся детьми Бога Живого, которые принимают свое прощение и оправдание, то мы будем жить так же, как жил нас Господь Ишуа Мэшиах. И будем с вами нести это служение оправдания. Мы должны призваны к тому, чтобы нести это служение оправдания и прощения, друзья. А не раздражаться, потому что у кого-то бакенбарды другие, или кто-то смотрит на вещи по-другому, кто-то Писание понимает по-другому. А я же здесь эталон всех знаний. Как это? Нет, друзья, мы не имеем права этого делать. Мы не имеем права раздражаться. Наше служение – это служение оправдания. Мы должны быть подобны Ему, а Он оправдывал грешника. Мы все грешники с вами. Прощенные, правда. Слава Господу. Аллилуйя. И если, друзья, мы будем понимать глубину Божьего прощения и оправдания в нас, то мы сможем быть добрыми друг к другу, мы сможем быть сострадательными, и мы сможем прощать, потому что Бог во Христе простил нас. И мы понимаем, что мы недостойны, мы были недостойны. Кто был из вас достоин прощения? Никто не был достоин прощения, но Он взошел на крест с Голгофы, чтобы простить нас, искупить, оправдать, принять нас себе. Так и мы должны принимать друг друга, прощая, прощая, а не раздражаясь по мелочам, друзья, и даже не по мелочам. В начале проповеди я обещал вам, что расскажу историю до конца, да? Сейчас я вам это сделаю. Вот в таком своем состоянии, раздражении, я ходил долго, как бы до одного момента. Однажды другой брат из этой церкви рассказал мне очень одну интересную историю. В армии незадолго до того, как он демобилизировался, он уже был дедушка, ну взрослое поколение понимает, что такое дед в армии. Да, это практически как у нас премьер-министр, главнее только командир роты, а второй это дед. И вот он рассказывает, что когда он был дедом в армии, к ним в роту попал молодой паренек, говорит, вот с такими бакимбардами, с бороточкой вот этой. И его, конечно, ну как в армии, его побрили, постригли, сделали из него человека, но в чем вопрос? Этот брат пришел, и он сказал, что он верующий человек. И он сказал Евангелие Царства этим солдатам, что Бог хочет спасти их, что они имеют возможность примириться с Богом. Ну, сами понимаете, какое отношение к нему началось. Брат, который рассказал мне эту историю, чтобы вы понимали, друзья, он был где-то по 2 метра ростом, и килограмм, наверное, ну вот Вася его знает, наверное, килограмм 100, а может быть и побольше. Ну такой парнишка крепкий очень сильно. Так вот он рассказывал, что он лично этого молодого человека, на которого я не мог смотреть, он лично его бил до крови, заставляя его отречься от Христа. Вы знаете, я скажу вам, что этот брат, который был источником моего раздражения, он снес все. Он, когда его били, он молился и говорил, Боже, прости их за то, что они делают. Он молился за них всегда. И вы знаете, что случилось? Что этот его истязатель, который видел веру в нем, истинную веру в его поведение, он покаялся и пришел к Богу. Когда увидел действительно в человеке веру и любовь ко Христу. И как вы понимаете, этим молодым человеком, это был тот мой раздражитель, о котором я рассказывал. И когда я услышал эту историю, то я вам скажу, что в моем сердце что-то изменилось, во мне что-то перевернулось. Дух Святой меня таким образом так сильно обличил. Просто я вам не могу передать, что этот молодой человек, он настолько отображал Мессию не просто в своих словах, он отображал Мессию в своем поведении. Потому что он мог прощать людей, которые издевались над ним. Он мог молиться за них, он мог их благословлять. А я раздражаюсь на брата, потому что у него, видите ли, внешний вид не соответствует моему пониманию. Друзья, в моем сердце произошло такое сокрушение. Мне так было стыдно перед Богом, я покаялся, и я полюбил этого человека, во мне изменилось что-то. Друзья, моя проповедь подходит к концу. Но я хочу обратить ваше внимание еще на один момент. Я буду говорить, может быть музыканты потихоньку будут выходить. Хочу прочитать вам еще одни интересные слова Равшауля. Послание к филиппийцам, 2 глава, 3-й, 8-й стих. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно мудрию почитайте один другого выше им себя. Не о себе только каждый заботся, но каждый и о других. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и в Мессии Ешо. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушный до смерти и смерти крестной. И в этом тексте, друзья, мы с вами можем видеть, что Павел призывает нас с вами, детей Божьих, иметь те же чувствования, а это значит иметь те же мысли, иметь те же размышления, что и во Христе. Но какие были мысли у Мессии? Он, будучи истинным Богом, он уничижил себя. Значение слова не уничижил, он опустошил себя. Опустошил себя для Бога. Он также смирил себя для чего? Для исполнения Божьей воли. Он сделал это, чтобы исполнить свое предназначение, которое было от сотворения мира. Стать этим агнцем, закланным за грехи этого человечества. Люди, живущие в церквях, очень часто получив наследство от Адама, они продолжают быть обманутыми дьяволом и стремятся быть как боги. То, что произошло в адаминском скаду, и дьявол сказал, вы будете как боги, знающие добро и зло. И люди решают сейчас, что правильно, ведь я, я, никто другой, я, как звучит, да? Я буду решать. Я буду думать, как правильно. Я буду считать, как должно вести себя. Или как нет. Когда с их мнением друзья не соглашаются, где-то там, не у нас еще раз, где-то там далеко, с их мнением не соглашаются, что происходит. Люди раздражаются, люди гневаются, а иногда даже кричат. Но сегодня, друзья, у нас есть возможность что-то изменить в нашей жизни. Сегодня Иешуа Хамашиах, он призывает нас к другому. Он призывает нас опустошить себя для действия его Святого Духа. Он хочет сегодня наполнить нас собою, как он же сделает, и раскрыть в нас свою любовь, которая уже находится в сердце каждого верующего человека. У него для нас есть, для каждого из нас есть миссия, и для всех нас есть миссия. И он говорит, чтобы ее исполнить, тебе надо только лишь одно. Тебе надо смирить себя. И он говорит, я показал тебе пример на кресте Голгофы, как это сделать. На кресте Голгофы я дал тебе все, что есть у меня. Я дал тебе свою любовь, чтобы ты любил. Я дал тебе свое прощение, чтобы ты прощал. Я дал тебе свое оправдание, чтобы ты оправдывал. Я дал тебе свою победу, чтобы ты не побеждался своей плотью, но жил в победе над грехом. Вы помните, мы говорили, что цель прихода миссии – победить грех. Друзья, сегодня Дух Святой призывает нас оставить прежний образ жизни ветхого человека, который истреливает в похотях и в заблуждениях и грехах. Если нас что-то или кто-то раздражал, то сегодня у нас есть возможность встать пред Богом и попросить у Бога прощения. Если, друзья, наше раздражение мы выказывали по отношению к брату, то сегодня у нас есть возможность подойти и примириться друг с другом и простить друг друга, как Ирешуа Машех простил нас. Если вы хотите еще больше опустошить себя, друзья, сегодня для Бога, то сейчас именно это время, чтобы сделать это, чтобы в нас не было места для раздражения, чтобы в нас не было места для гнева, зависти, гордости. Сегодня Дух Святой, Он хочет изменить нас, чтобы что-то изменилось внутри нас, чтобы что-то изменилось внутри наших взаимоотношений. И Он действует Духом Святым. Я скажу вам, что когда мы поклонялись, я не знаю почему, вот расскажу предысторию, я с утра встал и в моем сердце вот эта песня, это межтобочья славы, потому что я готовил себя к собранию, и я знаю, что Бог хочет прославиться. Когда я пришел, я подошел к группе прославления, они говорят, мы будем петь эту песню сегодня. Друзья, и когда было поклонение, я переживал особенное присутствие Бога. Я думаю, многие из вас это делали. И почему? Потому что Бог, Он сегодня хочет прославиться на этом месте. Он сегодня призывает нас, чтобы мы опустошили себя для Него, чтобы мы сделали этот шаг Нему навстречу, чтобы Он наполнил нас Собою, наполнил нас Своей радостью, наполнен нас Своим оправданием, наполнил нас пониманием прощения, чтобы в нас не было места, чтобы мы были настолько наполнены, чтобы в нас не было места для раздражения, гнева и раску. Поэтому, друзья, если вы понимаете, что Дух Святой вас призывает, и вы хотите быть наполненными, наполниться Богом, опустошить себя для Бога, я призываю вас выходить вперед. Я призываю, это не просто призыв, это, поймите, что призывают люди, действуют Богом. Если вы хотите быть наполненными от Бога, если вы хотите опустошить себя для Бога, выходите вперед. Во время поклонения здесь будут слушателя, я прошу, пожалуйста, членов Духовного Совета, служителей, выходить вперед и молиться за людей. Аллилуйя! Каждый год мы говорим о целях последующего года. И этот год для общин Орхамашиах, Бетель, двух общин, которые в сотрудничестве не являются исключением. Для нас следующий год – это послание к евреям, 11 глава, 1 стих. Этот стих все знают, где говорится о надежде, где говорится о вере. Я хочу зачитать вам его. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ожидание. Как долго? Когда? Это придет. Мы не знаем, но мы уверены в том, что это придет. И мы говорим о том, что еще невидимое станет явным здесь на земле. И наши ожидания, в нашей вере, они будут приводить к большим переменам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!